Приветствую всех, друзья мои! С вами Базилио, канал Трэшлайф 28 и в традиционной рубрике «Разбор полетов. История Виктора». Интересная история не просто о похудении, а об алкоголе и основных ошибках. Что ж, друзья мои, как я говорю на канале Фрэшлайф 28, мы не соревнуемся марафонами, кто больше скинул. Мы соревнуемся максимум в том, кто лучше изменил свое сознание. Потому что канал Фрэшлайф 28 – это не канал о похудении. Нет в названии сбросить вес, фитнес, накачаться и еще чего-то. Это канал о том, как начать новую жизнь в понедельник и не бросить ее во вторник. И здесь неважно, кто сколько скинул – 100 килограмм или 25 килограмм. Кому-то нужно было 100, кому-то всего лишь 25, но и они не давались. Вопрос в том, кто просек фишку, как это сделать на всю жизнь. А для этого нужно изменить собственное сознание. Наш сегодняшний герой, спасибо огромное, рассказывать сегодня, наверное, об основных ошибках. Основных ошибках всех, кто попадает в первый раз на канале Фрэшлайф 28. А именно, посмотреть пятый и двенадцатый ролики и решить, что все, раз я знаю, как что есть, чтобы похудеть, остальное мне не важно. Приходит, приводит это, вернее, прошу прощения, как правило, в 99% к срывам. Потому что похудеть-то похудеете, но когда сознание осталось прежним, человек разъедается обратно. То же самое с алкоголем. От одного бокальчика ничего не будет. Классическая ошибка всех зависимых людей. Говорилось об этом на канале Фрэшлайф 28 неоднократно. Чем бы вы не были зависимы, от чего бы у вас не была зависимость, однократное небольшое употребление агента, от которого вы зависите, в скором времени приводит к полнейшей деградации, к возвращению того образа жизни, с которого вы начали, когда бросали. Будь то игра в казино, будь то алкоголь или наркотики. Это тоже проверено миллионами поколений алкоголиков и зависимых людей. Что ж, друзья мои, я умолкаю и предоставляю слово нашему сегодняшнему герою. Встречайте. Всем привет, подписчики канала Фрэшлайф 28. Ну что, наконец-то я решил записать ролик в разбор полетов. Давно собирался, долго к этому достаточно шел. Не так все это просто, как Базилио, да, соответственно, говорит. Четко, лаконично, оперирую всеми терминами. Оказалось, это несколько сложнее, чем кажется на первый взгляд, когда смотришь ролики. Вот, но обо всем по порядку. Значит, с канала Фрэшлайф 28 я похудел на 22 килограмма. Вот, ну, за 4 месяца. Так вот, основного сброса, ну, знаем, да, мы, что это вода уходит, там, мышцы, жертв. Вот, поэтому все так быстро. А, значит, что было, что есть. Было у меня 105 килограмм, 105-104, скотского состояния. 105 килограмм, скотского состояния. Как я себя довел до этого скотского состояния? Спасибо, all inclusive. Спасибо моей безмерной жажде поесть и бухнуть. Вот, пил много, пить бросил. Тоже благодаря каналу Фрэшлайф 28, потому как достаточно длительное время, да, то есть вот Болгария, это произошло, она со мной два года, два года подряд. Я из-за, ну, ключев, это был 13-й, 12-й, 13-й год. Или 13-й, 14-й, вот уже сейчас что-то плохо помню. Ну, в общем, не суть. 13-й, 14-й год, я первый год прибавляю 8 килограмм после поездки. Ничего меня это не учит. Еду на следующий год, прибавляю еще 9. И вот эти вот 17 килограмм, они живут со мной на протяжении, считай, 10-ти лет, да, то есть вот там с 13-й, 14-го года по 23-й. Сегодня у нас 18 июля 23-го года. Вчера было ровно 7 месяцев, как я бросил пить и начал правильный образ жизни уже осознанно и основательно. Почему осознанно и основательно? Потому что к подписчикам канала Фрэшлэйт-28 я являюсь уже достаточно давно. Вот, но в силу каких-то причин я как-то смотрел 5-й, 12-й ролик, да, как Базилья любит ругать нас, подписчиков, что мы так быстренько-быстренько что-то посмотрели, просто черпали какой-то информацией и такие, ага, нормально, мы все знаем. Нет, так и так. Это все несколько иначе происходит. На протяжении этих 10-ти лет с 13-го года по 23-й я раза три, наверное, пытался худеть. Именно пытался, потому что, да, результат был. Но он уходил от меня. Почему? Сейчас расскажу. Соответственно, были подходы к похудению, опять же, с канала Фрэшлэйт-28, но я мало посмотрел информации, мало посмотрел, соответственно, роликов. Не было у меня фундамента, на который я мог опереться. Я вроде как понимал, что надо меньше есть, я там переходил на куриную грудку, но я ее жарил, да. Я ее жарил, я ел тушеные овощи, считаю, что это полезно. Да, как нам всегда же говорят с детства, там с садиков, не с садиков, что с школ. Овощи тушеные полезны. Ну что я туда попал? Кабачок, морковку, картошку, все это ел. Генекимический индекс меня не слышал. Но даже так я как-то что-то вдруг похудел, там килограмм 7 сбрасывал, видел первые результаты этих робких попыток. Такой миштяк. Похудел на 7 килограмм, можно собрать биктрести. Ну, типа, да, я реально жрал эти биктрести, потому что я их очень на тот момент люблю. Вот, награждал себя как собаку едой, и все. Ну, естественно, я биктрести запивал двумя-тремя-четырьмя литрами пива, вот. Естественно, в этой Болгарии я вообще не сказал, было много бухла, потому что это был овенкмиллер, это постоянная выпивка. Вот, соответственно, я опять разжаревал, да, похудев там на 7 килограмм, увидев какой-то результат, я думаю, ну, все, хорошо, привет. Ну, вот, к свадьбе тоже худел. И снова вискарь, и снова движуха, и снова кутеж. Ну, вы понимаете, к чему это привело. 7 месяцев назад, в январе, пусть это 17 января, вчера было равно 7 месяцев, я уже, да, об этом говорил. Пока считаю. Надеюсь, что... Да не надеюсь, а так оно и будет с течением времени. Я перестану это считать, я уже потом забуду вообще, когда и что это было, и вкус отонова забуду тоже. У нас 17 января 2023 года, и я решаю, что надо браться основательно. Что меня к этому привело? Привело меня к этому... Мои анализы привели меня к этому. Коэффициент атерогенности был поверхней границы референса, 3,49 он был. Плохого холестерина, в высокой, низкой плотности. В низкой плотности у меня было превалирующее количество. Ну, общий холестерин, понятно, тоже зашкаливал. Я приложу сканы анализов до и после. То есть за срок, там, 3-4 месяца, мне удалось снизить общий холестерин на 2 единицы, снизить коэффициент атерогенности существенно. Я все приложу, все будет показано. Вот. В общем, я видел эти анализы, я решил, что все, баста, надо браться. Потому что Новый год, 23-й был встречен тоже очень душевно. Литр бурбона, несколько бутылок шампанского, куча майонезных салатов, куча этих интроэктов, которые нам вот это вот все о чем говорит по дереву. Спать лег в 7 утра. Да ничего, ради чего, ради этих голубых огоньков или что. Ну, в общем, в общем, я посмотрел массу роликов, прогнозировал мозгом. Что самое важное? Нельзя посмотреть один раз ролик и сказать, я все запомнил, я все знаю. Я пересматривал по 5 раз, возвращался, восстанавливал, делал там какие-то заметки, незаметки, составлял о себе в голове схему, как, что. Сейчас вот там прошло какое-то время, я опять возвращаюсь по рассматриванным роликам, пересматриваю, может быть, что-то опустил. Что-то на тот момент я не понимал каких-то, да, слов, каких-то терминов. Сейчас понимаю, начинаю в них вникать. Вот, ну и, соответственно, триггернули меня эти анализы, и я начал правильный образ жизни. Сейчас расскажу, что делал. Я решил наладить питание. Ну вот. Опять же, посмотрел ролики, вычленил основные моменты, основные направления, как есть, что есть, когда есть. Выстроил для себя схему, да, соответственно, я просыпаюсь 6.30, утренний там этот туалет, все дела. 7 часов у меня прием пищи. Овсянка запаренная с яблоком, сыр 30 грамм самый кофе, чай, какой-то там хребец этот, доктор порно. Вот. Далее я еду на работу, приезжаю на работу с 9 до 10. Работа, соответственно, в 10 четко обед, с обед. Второй прием пищи. Вот. 10 часов, чтобы не было, там 10, 10.05, там это не сильно принципиально, еду есть. Второй прием пищи. Греча, курица, макароны, рыба, макароны, говядина, макароны, индивика. Но все вареное, соответственно, индивика, курица, говядина, вареная рыба на пару. Без добавления соли, потому что, как Базир говорит, забываю посолить, действительно, я понял, что я стал забывать это делать. Вот. Соль добирается, в принципе, из сыров, из, там, я немного добавляю аджики, ну, потихоньку начал водить, нравится мне, люблю острое аджики, все равно солененькие. Вот. Иногда солю макароны, люблю соленые макароны. 19 по понедельникам, средам и пятницам, у меня тренировка, соответственно, прием пищи, 19 часов я пропускаю. Тренировав, у отдельно сейчас расскажу, чем занимаюсь, что делаем. Значит, если это вторник, четверг, субботу, воскресенье, я принимаю пищу в 19 часов и уже вечером не ем чай, не в счет. Вот. Научился пить голый чай без всяких разных ништячков и вкусняшек. Ну, максимум ложку барахисов и пасты. Вот. Это что касается еды. Да, в дни тренировок я в 19 часов в прямой пищи пропускаю, после тренировки съедаю зеленое яблоко сразу в раздевалке после сауны. По приходу домой съедаю безжирного творога без всего, без всяких, естественно, йогуртов, сметан. Опять же, научился его есть пустым. А, ну, с огурец иногда могу съесть, если он безжирный творогом очень хорошо заходит. Вот. Еда, налаживание питания реально очень круто, конечно, сказалось на моих показателях. Вот. И я забыл, что такое изжога. Вот что еще очень важно, потому что изжога меня мучила на протяжении всех этих лет моего дожора и добуха, если можно так выразиться. не было ее постоянной, да, такой, что прям, прям, гастрит и язвы. Но когда че-нибудь съест, кто-то вот триггернет, изжога, отрыжка, вот эта вся история беспокоила очень сильно. И какого же было мое удивление, когда, наладив питание, я забыл, что такое изжога, я забыл, что такое отрыжка. Очень круто. Теперь, что касается тренировок, тренироваться, я начал буквально сразу, потому что я верил в свои силы, верил, что смогу и наладить питание, и начать заниматься. Почему я был в этом уверен? Потому что все-таки на протяжении вот этих вот десяти лет я периодически, как я уже говорил, занимался покуданием, скидыванием, за что себя потом награждал всякой жизнью. Вот, и в это время я занимался, соответственно, занимался, ходил в зал регулярно, вот, опять же, ослабываясь на постулаты канала Фрешлайф-28, заставлял себя первые вот эти вот моменты, прям очень тяжело было, но потом я достаточно бодро ходил в зал, но, опять же, пиво, выходные, так далее, так далее, так далее, все, отдалял у меня от результата, ну вот, алкаха убивает, вообще нафиг, в обмен веществ, казалось бы, да, ну, позанимался, пятницу, ну там, выпил пиво в субботу, арен там был, вот, я прямо увидел, как у меня вес уходил, 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 потом я только думаю, ну ладно, вес уходит, почему бы нет, это все было до 17 января этого пресловутого, когда я для себя четко решил, что, блин, хватит, как Базирио говорит, да, что все истории начинались со слов, когда я был почти в говно, ну, действительно так, когда просматриваешь свои видосы на телефоне, вот реально, бросал пить, был у меня момент, то есть, это не первая моя попытка, не первый мой заход, то есть, срывы были, года полтора назад, не пил я три месяца, потом на какой-то праздник думаю, ладно, выпью бокал вина, что будет, так, бокал, ничего страшного, угу, он реально, берешь телефон, смотришь видосы, и отслеживаешь, как, в течение времени, регрессируешь, то есть, да, это был бокал вина, через пару-тройку дней, это там, бутылка пива вечером, еще через несколько дней, поездка к другу, на дачу, там, лимончелло, водка, все, поехала, и через два месяца, ладно, через три, окей, я уже просто не помнил, когда дошел до дома, мывая ножки, ребенка моего друга, и я проснулся дома, я не помню, как я там оказался, я три месяца не пил, я выпил бокал вина, еще через три месяца, я оказываюсь, полной задницей, соответственно, немножко отклонил себя, от темы, моего тренинга, но это прям вот наболевшее, и на мой взгляд, очень важное, замечание алкоголика, которое я должен, озвучить, еще несколько важных моментов, вспомнил, два ее возникли, по поводу отказа от алкоголя, значит, использовал методы замещения, замещал, чаем, ввиг в различные китайские чаи, красные, белые, желтые, пуэры, зеленые, шен пуэры, шу пуэры, в общем, там, на самом деле, разновидностей, сортов, подвидов, с разных там провинций, и так далее, ничуть не меньше, чем сортов, вискаря, там, коньяков, бренди, бурбонов, и так далее, а вот, то есть, изучать, изучать, дегустировать, и дегустировать, и очень это мне круто помогло, вот, ездили с супругой, с ребенком в Карелию, это вот буквально, в январе я начал новую жизнь, в феврале, в конце фермера, мы поехали в Карелию, соответственно, там были отели, и мои привычки, которые закоренелы были во мне, не позволяли мне, что значит вечером не прибухнуть, что значит там, с утра не встать, ни пивка не зернуть, на отдыхе, в путешествии, ну вот, в этом вопросе, чай, конечно, просто очень помог, не просто, просто это не наше слово, но чай очень мне сильно помог, я его заваривал в специальной посуде, пил с утра, вечером, смотря на закат, и реально кайфовал, было вкусно, сейчас я стал меньше его пить, то есть мне уже, уже в этот момент я порвал эту привязанность к алкоголю настолько, но продолжаю в таких дозированных количествах потреблять уже чай, ну как месяц, как бы вкусняшку, потому что первые месяцы я его прям употреблял постоянно, этот чай, потому что мне прям очень надо было, это первый момент, второй момент, это занять мелкую моторику вечером, не знаю, может быть и наивно, но мне помогли банальные раскраски, да, то есть я купил такую достаточно сложную, может сказать, раскраску, там она 18+, с какими-то страшилками, страшно красиво называется, там очень-очень-очень-очень мелкие такие клеточки, картинки красили, я раскрасил процентов на 40, одну огромную разворота, огромный, но я минут по 10, по 15 вечером, те моменты, когда очень хотелось чего-нибудь привухнуть, я брал опять же чай, занимал мелкомотор, пребу-раскраской, смотрел ролики фрешлайф-28, раскрашиваю, раскраску, мне это очень помогало занимать именно вот эти вот моменты моторики. Далее, что еще я хотел добавить, не знаю, будет включено, не будет, но мысль возникла, хочу рассказать. в июне месяце этого года съездил я в Турцию на All-Inclusive, бронировал еще до начала новой жизни, бронировал я этот тур в ноябре 22-го, новую жизнь я начал в январе 23-го, с замиранием сердца ждал этой поездки, потому что уже от меня было поздно, я оплатил полностью, вычитывая то, что я предполагал серьезный рост УСА евро, к евро была привязана поездка на вот, то есть задний врубать уже было позднее, и я реально очковал конкретно поездки в Турцию, потому что алкоголь, жирание, это все очень меня беспокоило в вопросе того, что я мог сорваться, благо к моменту поездки в Турцию я уже сбросил 22 килограмма, я уже встал на эти рельсы, режим питания для себя наладил, мне стало комфортно есть каждые три часа, есть определенный набор продуктов, и уже дискомфорта прям такого дикого у меня это не вызывало, но алкашка все равно меня беспокоило, с учетом чая, раскрасок и так далее, что я могу сказать, мы победили, я не выпил не глотка алкоголя на отдыхе, здесь мне порогло безалкогольное пиво, потому что когда весь отель тусит и пьет дорогой классный алкоголь, отель был хороший, вот опять же совет базилио, выбирай хороший отель, всегда найдешь чего пожрать там, в отеле была и куриная грудка, и индейка, вареные, и говядины, и рыбы напорол, все 30 удовольствия, но поездка совпала уже с шести месяцами похудения, 22 килограмма я к этому моменту сбросил, и заметил, что вес стал уходить медленнее, поэтому было принято решение совместить отпуск рецепторов с поездкой в Турцию, ну не свитка жирового, а именно немного отпустить рецепторы, то есть что я ел, я ел баранину, донеры там их это вся вышка, а вот навертили этот баранин, жирок, белок, но опять же не тарелки естественно, не огромные, баранинки взял, взял гречки, взял много этих травы разные, травы там просто дичь сколько было, салаты, не салаты, руколы, огурцов, в общем, клетчатки, короче говоря, набрал побольше, рыба, дорады, сибасы на гриле, тоже хорошо, не совсем правильный способ приготовления, но для выпуска рецепторов я принял решение так сделать, даже немного пахлавы тоже было, решил попробовать, проверить опять же себя на пищевую зависимость, с алкогольной все понятно, алкоголь это, блин, ложку, я не знаю, там, коньяка выпил, все, до свидания, вот могу сказать, что с пищевой, слава богу, такого не произошло, пищевой зависимости, либо у меня и не было, и это было только у меня в голове, что, а, мне надо жрать, мне надо жрать, либо я от нее избавился, но, потому что я совершенно спокойно съедаю одну пахлавину, больше мне не надо, пью чаек, дальше занимаюсь какими-то делами, у меня есть проблем, много кофе пил в Турции, и много воды, благо, опять же, вода, 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 везде вода была, все, говорится, в доступе, в учебесе, поэтому свои три, три с половиной литра я пил, вот, немного больше ел, а, приехал, вернулся в Питер, сразу же вошел в режим, никаких, нарушений, все четко, каждые три часа, едим, трагируемся, вот, то есть, могу, 700 грамм, 700 грамм всего лишь прибавил, то есть, уезжал, я был 82,6, там, приехал, на 700 грамм, поправился, ну, 80, там, 33, стал, вот, ну, это вообще ни о чем, я прям реально вот очень доволен тем, что промахнул эту Турцию, и у меня получилось, но такой небольшой, небольшое дополнение, в качестве резюме, да, вот, что, сейчас сезон, как раз таки, отпусков, те, кто планирует, ехать, на это раз жралово, всем советую, не загоняться, всегда есть, что найти, пожрать, используйте, беду, алкогольный пил, используйте чай, больше, я не знаю, там, тусуйтесь на море, все реально, все реально, пять дней первых, мы кровало дико, хотелось, искоряю, это вот, вина, не вина, всего хотелось, но, здесь надо проявлять силу воли, и без этого никак, то есть, с пуклом, это, это жопа, вот, и не, парьтесь вы по поводу того, что вы не, не сидите, и не выпьете все оплаченное, да пошло оно, почему у вас это должно вообще, это же сделать только хуже, то есть, вы за свои же деньги, разжираетесь, разбухиваетесь, получаете все минус по здоровью, ну, у меня уже оплачено, я же, блин, это оплатил, я же должен сожрать 7 тарелок, я сам так делал, в Балгарии, сжирал по 7, по 8 тарелок, за один прием пищи, заливал, то все, литрами алкоголя, к чему, как привело, потому что, таскал 10 лет на себе, 20 килограмм не лишних, теперь уже, четко, про тренинг, то в общем, дисциплина, это главное, потому что, вот эти вот варианты, что, а, может я там сегодня не пойду, а потом от работа, потом фигня, четко понимаешь, понедельник, среда, пятница, идешь на тренировку, прям получается так, что в 6 заканчиваю работу, в 19, в 19-20 я на тренировке, что проходит, как проходит тренировка, разминка, проработка мышц, силовой тренинг, соответственно, после чего, 40 минут кардио, 10 минут, чтобы начать процесс липолиза, да, чтобы поднялся ЧСС, до нужной зоны жиросжигания, ну и потом 30 минут работы в этой зоне, собственно, на само жиросжигание, употребляю БЦА, употребляю Л-карнитин, это что касается тренировок, употребляю Омегу, Д, СМА, пропил кальция, ну вот, это из БАДов, соответственно, момент тоже немаловажный по поводу дисциплины и тренировки, как вписать тренировку в семейный ритм, потому что есть маленький ребенок, есть супруга, которым очень нужно много выделять времени, и хочется и с ней и прогуляться, и поиграть, и куда-то съездить, как вписать в процесс тренировок, в жизненный процесс тренировки, соответственно, опять же, расписание, четкое, жесткое, пеник денег, среда пятницы, тренировки, вторник, четверг, походы с ребенком в бассейн, выходные полностью для семьи, такой режим устроил моя супруга, такой режим устроил меня, все довольны, занимаемся плотненько, в этом направлении, вот уже семь месяцев в таком режиме кайф, that's all, на сегодня, работаем дальше, я буду стремиться к попаданию в зал славы, пока еще до этого работать, все работает, но тем и лучше, это интересный путь, это просто другой уровень, то есть, если раньше для меня было там круто перепить корешей, то теперь кореша на меня смотрят, многие не понимают, то-то просто вахуе, а один мой друг, Максим, привет, подписывается мне, видите, скинул 9 килограмм, видите, скинул 14 килограмм, соответственно, блин, приятно, правда, засранец до конца не бросил пить, все равно позволяет себе только по выходным бокал белого вина, но я надеюсь, он поработает над собой, все, у него тоже получится, всем желаю успехов, совершенствования своей жизни, совершенствования своего тела, всем пока!